Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я засчитаю ее письмо. Если считаете, что таких историй должно быть много на канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Я, конечно же, жду вашей активности и комментариев. Давайте приступим. Увидела ваш канал на ютубе с историями от подписчицы и решила поделиться своей. Хотя моя история не выделяется каким-то трагическим концом или судьбоносным поворотом в жизни, как у других женщин, но она тоже дает представление о талантах актерского мастерства турецких мужчин. К слову, мне всего лишь 22 года, и в этом году мы с подругами поехали отдыхать. В первый же день я сразу обратила внимание на очень красивого, миловидного парня, который работал в отеле. Я не из тех, кто легко влюбляется и кому чувства затуманивают разум. Я считаю себя девочкой неглупой, да и в Турции не первый раз, поэтому знаю все условия турецких мужчин и про их красноречивость. Кто меня только замуж не звал, с мамой познакомить не предлагал, сразу после приветствия. И когда я впервые столкнулась с этим парнем в отеле, увидела его взгляд на мне, эти красивые влюбленные в кавычках здесь почему-то глаза. Мы отдыхали недалеко, мы отдыхали неделю, все шесть дней сложно были не заметить, как он смотрит на меня, пытается подойти, но не решается или найти повод заговорить со мной. Отпрашивался с работы, чтобы пойти на море, когда я туда уходила. В общем, я давно без отношений, а скромность этого робкого, симпатичного юноши с пристальным взглядом на меня все-таки заставила мое сердечко биться немного чаще. Представляете, он решился подойти ко мне познакомиться в самый последний день перед нашим отъездом. Узнал мой инстаграм, попросил встретиться хотя бы перед отъездом. Я решила, что все равно это ни к чему не приведет, большим ударом для меня это не станет, вот и пошла к нему навстречу. Дело закончилось, все-таки у нас в итоге поцелуем, причем как-то по-детски он попросил разрешение меня поцеловать, я смущалась постоянно. Конечно, он выделился в моих глазах среди остальных наглых, прилипал на улице, и я с улыбкой в тот же день улетела. То есть вот эта поцелу вся история, это уже когда они на свидание, скажем так, сходили. Ничего серьезного я не ждала, мужское внимание и какой-то никакой летний роман курортный, это тоже приятно. Но по прилету домой неожиданно для меня он стал мне писать каждый день, говорить о том, что влюбился и что такое в его жизни в первый раз, что тот день настал лучшим в его жизни, да и вообще он никогда до этого, видите ли, не целовался. Хотя, судя по поцелую, возможно, это было и правда тут смайлики. Писал, что любит меня, прилетит ко мне и, возможно, когда-то все это время в будущем мы поженимся. Естественно, я не принимала его слова всерьез, отшучивалась. Флирт хоть как-то разбавлял мои серые будни, но так продолжалось пару недель, и он жалеет о том, что все закончилось лишь поцелуем, и он хотел бы большего, намекая какую-то на между нами физическую близость. Он начал спрашивать, будет ли у нас продолжение, если он приедет, начал мне написывать поэмы и говорить о том, что он еще хотел, чтобы он ко мне сам уже приехал в гости. В общем, мне стало мерзко и неприятно. Да, и не так интересно, и я перестала отвечать на сообщения. Он не писал две недели, а потом опять начал писать поэмы о любви. Кстати, забыла добавить, что мы общались через переводчик, ведь он не знал английский, а уж тем более русский язык. Марайсия басня такова, что будь какая-то другая наивная девушка на моем месте, она бы, наверное, поверила во все эти сказки о любви с первого взгляда, и, возможно, отношения зашли бы куда дальше. Парню 22, как и мне. И в жизни он вел себя, как невинный ангел. Но по факту в переписке стало для меня очень очевидным, что его интересовало на самом деле. Под маской робкого юнца скрывался типичный курортный турок. Я эту историю, почему девушка написала пример вам истории, как может быть с турком, как не повестись, скажем так. Так, я скажу, это очень классный пример, чтобы вы посмотрели, потому что здесь в нем было описано, если хотите, отмазайте видео назад, здесь конкретная схема курортных вот этих знакомств. Если вы смотрите регулярно такие истории у меня на канале или у других там блогеров, вы можете услышать прекрасно вот эту схему, она так читается. И вот как она и правильно девушка сказала, я почувствовала, скажем так, схема, это уже мое слово, да, но она сказала эту систему, если бы я была там недолюбленной, наивной где-то, и все равно ей в 22 года хватило, скажем так, ума в это не вляпываться, не верить вот этим россказням. То есть я и сама обманываться рада, если я хочу, у меня есть потребность в таких вот смс-ках, скажем так, словах любви, я на это буду вестись, буду в это играть, в эту игру подключаться. Собственно, сама схема очень простая и наглядная. Каким-то образом мужчина проявляет к себе внимание, он может активно нападать, показывает себя, может, из-под тишка, смотря какой он образ или какой. Это тоже от вас зависит, он с вас это считывает, как вы, типа, или аж ждете там серьезных отношений, поведетесь вы на какой образ или нет, это все чисто вот интуитивная психология у них, их опыт. Далее он создает такую картинку, вот в случае с девушкой он создавал картинку недотроги, наивного где-то, ребенка и тому подобное, чтобы показывать тем самым, «У меня нет опасности, смотри, ты можешь мне доверять, все будет очень серьезно». Затем, вот что очень характерно, три, два, один день до вашего отъезда он проявляет какие-то действия конкретные, активность или не зовет на свидание, в клуб, дискотеку, там, я не знаю, просто встречается, поцелуй или еще что-то такое. Но, как правило, в этой схемах они не оставляют, скажем так, зазор, ставят многоточью, открытую дверь, они не переходят к интимной какой-то близости, чтобы вы получили не все сразу, что вам хочется, чистый пикап вообще. Затем вы уезжаете, он начинает очень красиво писать, рассказывать всю эту историю, и вы уже с ходу, там, например, полгода-год общения, или, там, например, в июне приехали, в августе еще, в сентябре, можете доехать там, по ситуации зависит. Но, в любом случае, получается так, что вы либо за свой счет покупаете деньги, деньги платите, билеты, тур, например, либо он напрашивается к вам приехать сам, может быть, от ситуации тоже зависит. И он красиво поет, рассказывает. На самом деле, вся эта история, вся эта схема создана чисто попользоваться, для удовольствия. Есть те, которые альфонсы, и они, скажем так, будут спрашивать деньги, говорить о том, что у них там, ну, это от вашей тоже ситуации, смотрите, с какой целью, если вы такая молодая девчонка, а он, он видит, что у вас там денег, например, нет, вы неопытная тетя какая-то, да, что с вас особо так материально ничего не поиметь. Вот эта игра в отношения, в любовь, она идет всегда по схеме вот такой. И это игра. Я, чтобы вот это вот перерастало в настоящее отношение по схеме, ни разу не слышала. Я с такими историями, к сожалению, еще не встречалась, когда по схеме это идет. Да, знакомятся. Знаете, девчонки просто многие думают, ну, есть же истории, есть исключения. Я могу быть одной из них. Я могу в эту схему не попадать. У нас точно не так. Но если есть вот эта закономерность, которую я выше описала, и девушка в письме своем описала, скорее всего, увы, не исключение и не из этого счастливого числа. Да, истории счастливые есть. Но когда идет по вот этой схеме, я называю эту схему по вранью, схема вранья. Вы у него параллельно не одна однозначно. Он очень с многими, там, несколько девушек сразу такое крутит-мутит. Для чего? Ну, это игра в какую-то фальшивую жизнь, если у вас материально, да, ему нравится это играть. Ему нравится повышать свою самооценку, свое эго. Ему нравится чувствовать, что он кому-то нужен, что у него, скажем так, кто-то на крышке, что он такой вершитель судьбы-то подобное. Возможно, если не прям материально у вас не просит денег, он, по крайней мере, рассчитывает потом к вам куда-то перебраться или какой-то помощи и тому подобное. Это однозначно использование с целью своей какой-то выгоды, да. И выгода не обязательно материальная должна быть. Это может быть выгода моральная. Он поднимает в себе самооценку, чувствует себя а-ля таким властным, что он что-то может над кем-то и так далее. А он закрывает свои моральные какие-то прорехи, да. У него есть, можно назовем, моральная выгода. Такое бывает. И успокаивать себя тем, что, ой, ну у меня нет денег, с меня нечего брать. Вот, например, он просто... Я себя успокаиваю, как бы стараюсь, чтобы я поверила в то, что это настоящая любовь. Это не игра никакая. Но вы увидели турецкие сериалы. Гороки очень любят эти переживания, страдания. Есть такие категории людей, которые в жизни-то могут все, проживать, страдать и, соответственно, так себя вести по-настоящему, да. И ему это в кайф, ему сам процесс нравится. Я опять говорю, он закрывает свои какие-то определенные моральные, необязательно физические или материальные потребности. Но это использование чисто в своих целях. Ни больше, ни меньше. Спасибо автору письма за вот эту историю, за пример. Хочу, чтобы просто там четко прописана эта схема, чтобы вы это слышали. Сколько у меня видео на канале, сколько об этом уже сказано. Уже столько перечитано из этих историй. Девчонки, этой схемы никогда вот в этих схемах никто на серьезное, на что-то и счастливое не выходил. Это, как правило, страдания, мучения. В итоге расставание. Может быть, это долгий период времени. Понимаете? Год, два и так далее. И когда... Вообще обращайте внимание на вот эти моменты развития отношений, чтобы меня знакомили с родителями. Я там... Дело не только в том, что он там покупает, не покупает билет. Это вообще другая история. А в том развитии отношений... Представьте для себя, чтобы не попасть в такие западни, представьте для себя этапы в вашей голове, приемлемые для вас по срокам, как вам комфортно. Сколько я должна повстречаться, чтобы парень меня с родной знакомил. Сколько должно пройти, чтобы мы там, например, условно съехать. Это не только к туркам относится, а вообще к мужчинам. У вас должна быть схема вот эта временная. Сколько для меня эти периоды комфортные. Сколько я готова ждать, условно говоря, когда это будет. И вот когда ваши отношения, любые, если вы мужчины, накладываете на эту кальку, не совпадают, это ваши личные ощущения по времени кризисов отношений. Точнее, не кризисов, а перехода на новый этап. Но если этого этапа не происходит, сообразовывается кризис в отношениях. И как вы его переживаете? Вы его переживаете. В итоге этап перешагиваете, либо отношения разваливаются. Вы расстаетесь с партнером, кто-то что-то не выдержал, не пришли к консенсусу, у вас разные взгляды на отношения и так далее, чтобы не тратить свое время. В вашей голове должна быть четкая схема по времени. Сколько я чего готова ждать? Вот такой от меня чистая рекомендация психологическая будет. Пишите ваши комментарии, что девушке посоветуете, попадали ли вы в такие ситуации. И вообще, что думаете по этому поводу? Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам нужна у меня консультация как психолога, пожалуйста, почта под видео остается. Вы можете написать в теме письма консультация. Если вы хотите прислать вашу историю на канал для такого видео ответа или обсуждения, просто в теме письма, пишите историю. Спасибо, всем пока.